Субтитры создавал DimaTorzok Чем только не занимался и кем только не была Это, конечно, материал для грандиозного приключенческого романа В духе Александра Дюма или Эжена Сю Какой фильм мог бы получиться, только снять его некому, к сожалению Ну вот представьте себе, она была прекрасной наездницей И когда сбежал от своего мужа Она с ним в браке провела всего три недели А потом бежала тайком на пароходе Ее родители отправили Ну, середина девятнадцатого столетия В Грузии В Грузии сбежала от мужа А родственники в Грузии жили не где-нибудь, а в доме Чевчевадзе Она знала Нину Чевчевадзе Нина Чевчевадзе – это жена Александра Сергеевича Грибоедова И Нина Чевчевадзе произвела на Елену Петровну грандиозное впечатление Невероятное И вот там-то скандал невероятный Ну, следы как-то надо скрывать Да и Елена Петровна Она обладала настолько взрывным характером Настолько непокорным Есть анекдот Я повторяюсь, я не знаю, что из того, что я сейчас говорю Было действительно Или это мифы, легенды Неизвестно Но говорят, когда их венчали Собственно, фамилия Блаватская Это фамилия мужа А при словах о том, что она обязуется быть верной мужу И всегда подчиняться его воле И его слову И так далее, и так далее А она произнесла – нет уж Но вот это нет уж Если она даже не произносила его Она его произносила всю жизнь И вот дальше бегство Бегство на корабле Где она тайком отсылает слуг А денег нет Она должна перебраться в Константинополь Она переодевается юнгой Заходят таможенники Она в это время работает юнгой Ее не опознают В Константинополе А она была прекрасной наездницей Что, как кажется, действительно правда А она подрабатывает цирковой наездницей При этом она выступает от лица Как бы зрительница Которая должна взять 18 барьеров на лошади А она должна взять там по договоренности 14 или 15 Но зрительница не может взять все 18 И она все время должна как-то упасть Чтобы лошади ее не растоптали И так далее А она в Европе концертировала Давала фортепианные концерты А она блистательно играла И Баха, и Генделя И кого только У нее был то ли роман То ли связь, то ли дружба С знаменитым оперным певцом Митровичем Она как декоратор оформляла Один из королевских дворов Европы У нее было несколько Ну, были сложные времена в ее жизни Или все времена в ее жизни были сложные Она приехала в Америку И надо было чем-то зарабатывать Шила кошелечки В Одессе она изготавляла чернила И у нее был какой-то бизнес По производству чернил Она, по ее словам Это никто не может опровергнуть Хотя и подтвердить Она воевала с Грибальди За независимость Италии Получив несколько пулевых И несколько сабельных ранений И это только начало Это только начало Это мы еще не коснулись Главной эзотерической части Ее деятельности Об этом чуть позже, собственно Говоря, откуда и возникла Тайная доктрина Потому что тайная доктрина Это то, что она оставила миру И это полторы А иногда в зависимости от издания Две тысячи страниц Я, честно говоря, не видел человека Который прочитал это все Я читал только выборочно Я помню, как в Советском Союзе Когда в ксероксах В самоздате Тайна доктрина Вот эти с непропечатными словами Это сложный текст Это очень сложный текст Люди вгрызались И пытались понять Что же там писала Это самая знаменитая Госпожа Бловацкая Я хочу вам прочитать Один документ Это письмо Третьему отделению Елена Петровна Бловацкая Во время одного из возвращений Странствия Она же странствовала Она была в Индии На Цейлоне Она объездила весь свет Она была в Тибете Хотя попасть в Тибет Невозможно было В ту эпоху Женщин туда не пускали категорически Всюду дежурили патрули На горных дорогах Нескольких держав Китайцы Британцы и русские В Тибет не пропускали никого Дважды она туда не смогла попасть Третий раз попала И как будто бы там училась Несколько раз весь мир объехала Да, все знала В разных тайных обществах побыла Но вот удивительный документ Она предлагает Свою помощь Жандармерии Разведки русской Разведки Документ уникальный Я не могу прочитать его весь Он довольно длинный Но я прочитаю фрагмент И вот вы подумаете о том Что такое биография В девятнадцатом веке Вот такого человека Как Елена Петровна Балавадская Например Я, пишущий это письмо С целью предложить Вашему превосходительству Родине Моей своей услуги Обязана высказать вам Безутайки всю правду И потому каюсь в том Что три четверти времени Духи говорили Отвечали моим собственным Для успеха планов Моих словами И соображениями Редко Очень редко Не удавалось мне Посредством этой ловушки Узнавать от людей Самых скрытных И серьезных Надежды, планы и тайны Завлекаясь Мало-помалу Они доходили до того Что, думаю, узнать От духов будущее И тайны других Выдавали мне Свои собственные Но я действительно Осторожно и редко Пользовался для собственных Выгод знаниям своим Всю прошлую зиму Я провела в Египте В Каире И знала все происходящее Ухи Дива Его планы Ход интриг И так далее Через нашего вице-консула Лавизона Покойного Это последний Так увлекся духами Что, несмотря на всю хитрость Свою, постоянно Проговаривался Так я узнал О тайном приобретении Громадного числа оружия Которое, однако же Было оставлено Турецким правительством Узнал о всех интригах Нубар Паши И его переговорах С германским Генеральным консулом Узнал все нити Эксплуатации Нашими агентами Консулом миллионного наследства Рафаэля Абета И много чего другого Я открыл Спиритическое общество Вся страна Пришла в волнение По 400-500 человек В день Все общество Паши и прочие Бросались ко мне И дальше она Описывает Как они бросались Как они все Все там рассказывали Какие делали предложения Сотрудничать с другими Иностранными разведками Как она их Отвергала И так далее А теперь я решился Обратиться к вашему Превосходительству В полной уверенности Что я могу быть Более чем полезен Для родины моей Которую люблю Больше всего в мире И для государя нашего Которого мы все Боготворим в семействе Я говорю по-французски По-английски По-итальянски Как по-русски Понимаю свободу Немецкий и венгерский язык Немного турецкий Я принадлежу По рождению своему Если не по положению К лучшим дворянским Фамилиям России И могу вращаться Поэтому как в самом Высшем кругу Так и в нижних Слоях общества Вся жизнь моя прошла В этих скачках Сверху вниз Я играла все роли Способна представлять Из себя Какую угодно Личность Портрет нелестный Но я обязан Вашему превосходительству Показать всю правду И выставить себя Такою Какое сделали меня Люди Обстоятельства И вечная борьба Всей жизни моей Которую Изощрила хитрость Во мне Как краснокожего Индейца Цель моя Не корысть Но скорее протекция И помощь Более нравственная Чем материальная И дальше Она опять Рассказывает Все обстои Как она Что узнала Тут государственные Тайны И так далее Ну вот Например В 1853 году В Баден-Бадене Проигравшись в рулетку Я согласился На просьбу Одного неизвестного Мне господина Русского Который следил За мной Он мне предложил 2000 франков Если я каким-нибудь Средством успею Добыть два немецких Письма Содержение Коих осталось Мне неизвестным Спрятанных Очень хитро Поляком Графом Квилецким Находящимся На службе Прусского короля Он был военным Я была без денег Всякий русский Имел симпатию мою Я не могла В то время Вернуться в Россию Огорчалась ужасно Я согласилась Через три дня С величайшими затруднениями Опасностью Добыла эти письма Тогда этот господин Сказал мне Что лучше бы Мне вернуться в Россию Что у меня доволен таланту Чтобы быть полезной родиной Я совершенно независима И чувствую Что это непростое Хвастовство Или иллюзия Если скажу Что не боюсь Самых трудных И опасных поручений Жизнь не представляет Мне ничего радостного Нехорошего В моем характере Любой к борьбе К интригам Быть может Я упрямый Пойду в огонь и воду Для достижения цели Ну и так далее И так далее И так далее Ну даже эти фрагменты Все письмо Конечно производит Другое впечатление Кто это? Она способна играть Все роли Она играла Все роли Она способна Быть любой личностью Она была Этими разными личностями Вот теперь Почему у нас нет Хорошей биографии Блаватской Да вот поэтому Да вот поэтому Есть знаменитая книга Англичанина Колина Уилсона Она называется Окультная Это история Окультного Начиная С древнего Египта И по 20 век Книга знаменитая Постольку Поскольку Это такой вот Историусовский труд Из него можно Многое узнать Там есть глава Посвященная Блаватской И Колин Уилсон Пишет Ну Блаватская Верила в теорию Реинкарнации В то что Люди Реинкарнируются Рождаются Заново Уилсон Пишет Кем могла быть Блаватская Реинкарнация Кого Конечно Граф Калиостра Конечно Граф Калиостра Те же подходы Тоже умение Прятаться под разными Масками Играть все роли Сочетать страсть К шпионажу К политическим Интригам С страстью К эзотерическому И оккультному И вообще Пишет Уилсон Очень прозорливо Для людей Того времени Узнать тайны мира И узнать тайну Двух немецких писем Потому что Германия Извечная В те времена Противница России И воевали Мы дважды В двадцатом веке И до двадцатого века Разные были Сложные отношения Это Движок тот же Инстинкт тот же Мотивация та же Раскрыть тайны Раскрыть тайны И вот этот Главный сюжет В истории Блаватской Главный миф Он То ли выстроен То ли действительно Так было Но по канонам Приключенческий Прост Двадцатого века А она с детства Видит Некий Астральный облик Да Некого хранителя С внешностью Индуса Он ее спасает В Саратове Судя по Ее словам По воспоминаниям Ее сестры Кстати Тоже известная Писательница Была Вера Желиховская В свое время Она падает С лошади Он ее подбирает А она в Саратове Лезет Значит Для того Чтобы Открыть портрет Этим портретом Все восхищаются Портрет Один из предков Елены Петровны Вот Она падает Лестница Стоит на месте Ее находят Живой Невредимый Она говорит Что вот это Ее хранитель Вытаскивает И вот Однажды Он ей является Является он ей В Лондоне На знаменитой Промышленной Выставки Эта промышленная Выставка Вошла в историю Человечества Там был явлен Новый мир Новый Буржуазный Капиталистический Мир Вся выставка Была полна Открытиями Изобретениями Она архитектурно Была сделана В новом тогда Стиле Все из стекла И металла И на ней Было то ли Одиннадцать миллионов Человек За летний сезон Ехали со всего Мира Вот нужно было Это было место Место паломничества Это было место Паломничества Нового мира Который для Блаватской Чрезвычайно Зациклен на материальном И она там была И там в Гайдпарке Она встретила Вот одного Из Махатм Махатм Мория Вот так его звали Который ей Представился Который сказал Что она избрана Группой Махатм Которые живут Где-то в Тибете На Гималаях И цель которых Просвещать Человечество И вести Человечество К некой цели Что это Абсолютно Развитые души И что Блаватская Избрана Ей будет оказана Всяческая Поддержка И что Будет у нее Период Когда она Познакомится С Тайнами Индии Но пока Ей просто Надо съездить В Индию И познакомиться Со страной Потом Она встречает Его еще Несколько раз И так Завязывается Этот сюжет Это сюжет Который В определенный Момент Приведет К написанию Самых знаменитых Книг Сначала Это будет Разблаченная Изида Это два Вот таких Тома И потом Это будет Тайная доктрина Это два Или три Вот таких Тома В зависимости От того Сколько страниц В каждом томе И произойдет Вот это чудо Чтобы мы не думали О Блаватской Как бы часто Ее не упрекали Она шутила Она говорила Что Я ни о чем Толком не знаю Вот сижу Теперь Где-то там Вот в Лондоне Это в конце жизни И ко мне приходят Профессора Представители Кто геологии Кто физики Кто математики И консультируются Откуда я все это знаю Вот это неизвестно Если вы откроете Эти книги Вы будете потрясены Возможно Вам многие идеи В этих книгах Покажутся завиральными Но это такая эрудиция Это даже не эрудиция Это что-то страшное Абсолютно Ощущение от этих книг Оно вот такое Человек не может Только знать И согласно тому же мифу И легенде Книги были В большей Или в большой Или в изрядной степени Продиктованы Вот этими самыми Таинственными Махатмами Махатмой Мори И Махатмой Кудхуми В наших магазинах Можем даже купить Вот эту знаменитую книгу Которая называется Письма Махатм Которые вступали В отношения Сначала с Еленой Петровной Балавацкой А потом с семейством Рерихов Но это совсем уже Отдельная глава Это продолжение Той главы Которую мы сейчас пишем И вот посмотрите На эту биографию Даже если В этой биографии Ну 30-40% Даже если больше Это нечто Абсолютно потрясающее Невероятное Хочется сказать Что не живут так люди Но сейчас не живут Поэтому я думаю В том числе Поэтому фигуры Елены Петровны Балавацкой По-прежнему Нас интригуют Ну Продолжение В нашей следующей программе Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин